Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайф, обсудим их новый влог. Съездили с Мариной в Эперталь. Очень необычно настроение супер-беженцы. Но в начале видоса Анька показывает окружечку, которую с Настей приготовили. Конечно же, Анька любит с докторской колбасой, но и так сойдёт. Ну и дальше она там показала селёдочку, потому что она окрошечку ест с селёдочкой. Да, очень необычно, очень необычно. И, значит, пожелала всем приятного аппетита. Ну и дальше всем привет, ребята. Ребата, ребата. Мы приехали в Эперталь. Я сначала неправильно произнесла, простите меня, немецкий не учила, учила английский. Ну и, значит, Анька недовольна, представляете? Потому что холодно, холодно, ветрено, не так, как у них. Ну и, слушайте, у них в сообществе были там выложены фотки, и якобы, что они поехали, снимают для нас красоту. На самом деле я не увидела абсолютно ничего. Видеоролик на 15 минут. Ходили они, собственно, совсем мало. Да, транспорт им понравился. И это их, по-моему, больше всего впечатлило, потому что они всё этот транспорт снимали. Ужас, ребят! Я на них посмотрела, они как будто из пещеры. Пещерные люди никогда ничего такого нигде не видели. Ну и Анька сказала, что ей страшно было, особенно когда Марина, значит, рассказала про слона, которого перевозили и который упал. Настяка не успела приехать, час езды, а уже сидит в рот, толкает. Ланч у неё там, ланч в контейнере, уже набрала еды и лопает. Ну и, значит, говорит, в воскресенье всё закрыто получается, чё ехали, непонятно. Но, говорит, людей всё равно много. Видимо, чтобы на транспорте-то покататься, они ж такого чуда нигде не видели, вот и припёрлись. Якобы понадеялись на Марину, которая там много раз была, но чё-то попёрла их в воскресенье. Ну и, значит, стоят они, ждут транспорт, и люди стоят, снимают, и Анька говорит, «Вон, наверное, туристы, такие же, как и мы». Чего-чего, Анька? Вы же всё-таки, наверное, беженцы или туристы? Вы не ошиблись? Вы точно беженцы? Чё-то как-то непонятно стало. И про родителей не вспоминаете. А тут мы слышим, что туристами вы стали. Так вот в чём дело. Вот почему вы не хотите работать, вот почему вы никак не выучите немецкий, потому что вы туристы, и вам, похоже, хочется попутешествовать по Германии, правда же? Ну и правда. А зачем учить немецкий, зачем работать, да, и приносить пользу Германии? Можно же побыть туристами. Замечательно. Ну и дальше я слышу Лео, но не вижу Вику. Странно, правда же? Как это так? Вику не показали, Настюку показали, Марину показали. А где находится мать-ребёнка? Слышно голос Лео, слышно Аня и Настя обращаются к Лео, и Марина тоже. А мама Вика куда пропала? И вы знаете, ребята, они когда ехали, даже не могли снять нормально видео, чтобы показать всю красоту. Ехали снимать красоту для нас, и толком ничего не сняли и не показали. Вот серьёзно, ребят, как так можно снимать? Вместо того, чтобы показать красоту, они показывают поезд. Зачем? Неужели так трудно правильно направить камеру? Ну или просто не хотелось совсем? Абы как, тяп-ляп и пойдёт. Анька раз пятьдесят, ну не пятьдесят, конечно же, меньше, сказала красиво очень. Значит, снимает какую-то бабочку, нарисованную бабочку, стену, и говорит красиво очень. Дальше Настюку фотоет с крыльями. Тоже красиво очень. Настяка довольна. Но чем бы дитя не тешилась, лишь бы не плакала. Дальше снова видно и слышно Лео, но не слышно и не видно Вику. Дальше показала надпись на немецком и говорит, можете, ребата, поставить на паузу и читать. Анютка, а тебе самой слабо было прочитать? Ты же в Германии. Ты же на курсах учишься. И всё никак не выучишь немецкий. Ну и дальше опять показывают картины. Это что, приехали в город, чтобы картинки, нарисованные нам, показать? Я не могу, ребят. Как можно быть такими глупыми? Приехать в красивое место и действительно не заснять красоту. Ну и бестолочи. Ну и правильно, конечно же, пещерным людям очень интересно снимать вот такие поезда. Они же в жизни ничего не видели подобного. Вот они вместо красоты, вместо каких-то улиц, красивых зданий снимают поезд, который ездит туда-сюда. Лео, конечно же, как мальчик, вяжет от восторга. И опять не видно и не слышно Вику. Ну а дальше что, ребят? Дальше они стояли у автоматов и чеканили монеты. То есть делали монетки. Слушайте, это вся красота. Это красота города. Простоять пол видеоролика у автоматов. Ну, в принципе, это же любимое дело. То лохотронные автоматы, то монеты. Ну что их может интересовать ещё? Они не умеют ценить красоту. Они её не видят. Они видят красоту в жрачке, в каких-то монетах, в поезде. Они не видят больше перед собой ничего красивого и интересного. Ну и дальше опять слышно Лео, но не слышно Вику. Ну и дальше я всё больше и больше понимаю, что Вики не было с девочками. И я понимаю, что Вика оставила Лео и позволила ехать ребёнку с чужими тётками в другой город. Ну скажите, если бы мать была рядом, неужели бы её не показали, а только ребёнка? А как это можно понимать, ребят? Монет накрутила Марина им за свои деньги и дальше опять показывают поезд. Я говорю, ребят, приехать в другой город и снимать только один поезд, ну смешно. В комментариях им написали, девочки, вы меня простите. И не обижайтесь, потом вы будете жаловаться, что лайков за такое кино мало и людям не нравится. А что может понравиться? Не мой кино в трамвае? Почему сразу не рассказывать немного о том, когда и кто построил? Почему не провести виртуальную экскурсию? Аттракцион на трамвае. Действительно, с чужим ребёнком без матери. Ну и дальше уселись на поезд и погнали. Погнали. Самый настоящий аттракцион на трамвае. Ну, понятно, что это не поезд. Это я так по-простому выражалась. Ну, он и не трамвай, собственно. Ну, что-то между тем и этим. И, короче, что, ребят? И правда, как немое кино. Когда катились уже назад, вообще ничего не говорили. Только было слышно. Классно, Лео? Классно, Лео? Ну, а дальше приехали, и Анька сказала, мы постарались передать вам эту классную атмосферу. Анька, какую атмосферу? Не мое кино? Поездка на троллейбусе, трамвае, поезде? Или что вы хотели нам показать? И говорит, мы постараемся еще приехать. Только чтобы не было выходного, а то все было закрыто. А еще ты забыла, Анечка, рассказать, почему чужой ребенок находился с вами без матери? И где в это время находилась Вика? Почему она оставила ребенка с чужими людьми? Это не родственники. Вы никто этому мальчику. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.